Наша компания разработала новую стратегическую инициативу, чтобы расширить проникновение на рынок, максимизировать лояльность бренду и увеличить нематериальные активы. Для достижения этих целей мы начали новый проект, для которого нам потребуется нарисовать 7 красных линий. Как я понимаю, ваша компания может нам помочь в этом. Конечно. Уолтер будет менеджером проекта. Уолтер, мы ведь можем это сделать? Да, разумеется. Андерсон наш эксперт в области рисования красных линий. Мы специально пригласили его, чтобы выслушать его профессиональное мнение. Хорошо, вы все меня знаете. А это Джастина, наш специалист по дизайну. Привет. Нам нужно нарисовать 7 красных линий, строго перпендикулярных и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать? Нет, я боюсь... Давайте не будем торопиться с ответом, Андерсон. Задача поставлена, и ее надо решить. В конце концов, вы же эксперт. Термин «красная линия» подразумевает, что цвет линии красный. Нарисовать красную линию зеленым цветом не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможному. Что это вообще значит «невозможно»? Я имею в виду, возможно, есть люди, страдающие дальтонизмом, и для них цвет линии действительно не будет иметь значения. Но я уверен, что целевая аудитория вашего проекта не состоит исключительно из таких людей. То есть, в принципе, это возможно? Скажем проще. Линию можно нарисовать абсолютно любым цветом, но чтобы получилась красная линия, нужно использовать только красный. А что, если нарисовать их синими? Не выйдет. Если нарисовать синим, получатся синие линии. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете? Полагаю, вы знаете, что значит «прозрачный»? Да, знаю. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо объяснять. Конечно, нет. Ну вот, вы нарисуете красные линии прозрачным цветом. Вы не могли бы описать, как вы себе представляете результат? Ну, Андерсон, что у нас здесь? Детский сад? Я просто пытаюсь... Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена. Задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, так задавайте. Вы же у нас эксперт. Хорошо. Давайте оставим пока цвета. У вас там что-то было про перпендикулярность? Семь линий все строго перпендикулярны. Чему? Всему, между собой. Я думала, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии. Конечно, знает. Он же эксперт. Две линии могут быть перпендикулярны, но семь одновременно не могут быть перпендикулярны. Я покажу. Это линия, так? Да. Теперь другая. Она перпендикулярна первой линии? Ну... Да, она перпендикулярна. Верно. Подождите, это еще не все. А вот третья линия. Она перпендикулярна первой? Да, но со второй она не пересекается. Они параллельны, не перпендикулярны. Пожалуй, да. Ну вот, две линии могут быть перпендикулярны. Можно ручку? А если так? Это треугольник. Это определенно не перпендикулярные линии. Их три, а не семь. А почему они синие? Точно, сам хотел спросить. У меня с собой только синяя ручка. Это же просто для примера. В этом и проблема. У вас линии синие. Нарисуйте их красным. Это не поможет. Откуда вам знать, если вы еще не попробовали? Давайте нарисуем красными и посмотрим, что получится. У меня нет с собой красной ручки, но я вам могу точно сказать, что красным цветом получится то же самое. А разве вы нам не говорили, что красные линии можно рисовать только красным цветом? Вот, я себя даже записал. А теперь вы их рисуете синим. Вы вот это называете красными линиями? Кажется, я поняла. Вы не о цвете сейчас говорите. Вы сейчас об этой... Как вы ее называете? Перпендик... Перпендикулярность, да. Все, вы уже всех запутали. Что нам мешает выполнить задачу? Геометрия. Просто игнорируйте ее. Вот у нас задача. Семь красных линий. Не двадцать, всего семь. Андерсон, я понимаю. Вы узкий специалист. Вы не видите общей картины. Верно. Вы предложите решение. Критиковать любой дурак может. Не в обиду. Но вы же эксперт. Вам следует лучше знать. Ладно. Давайте я нарисую вам две перпендикулярные линии. А остальные прозрачным цветом. Их не будет видно, но я их нарисую. Это нам подойдет? Да, нам это подойдет. Да, только еще хотя бы пару зеленым цветом. О, у меня есть еще один вопрос. Вы можете нарисовать одну линию в форме котенка? Что? В форме котенка. Маркетинговые исследования показывают, что наши пользователи любят зверушек. Было бы здорово, но почему? Послушайте, я, конечно, могу нарисовать кота. Я не художник, но могу попробовать. Но это будет уже не линия. Это будет кот. Линия и кот. Это две разные вещи. Котенок. Не кот, а котенок. Маленький, милый, пушистый. А коты они, понимаете... Нет, никакой разницы. Андерсон, вы хотя бы дослушайте. Она еще говорить не закончила, а вы уже говорите нет. Я понял мысль. Но это невозможно нарисовать линию в форме котенка. А птичку? Так, на чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачным. Я правильно все понял? Преосходно. В таком случае у нас все, верно? Ой, чуть не забыла. У нас еще есть красный шарик. Вы не могли бы его надуть? А какое отношение ко мне имеет шарик? Он красный. Андерсон, вы можете или не можете? Простой вопрос. Вообще я, конечно, могу, но... Отлично. Организуйте поездку, мы покроем расходы. Съездите к ним, надуйте шарик. Было очень продуктивно. Спасибо всем. А можно еще один вопрос? Когда вы будете надувать шарик, вы можете надуть его в форме котенка? Конечно могу. Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же эксперт. Фильм озвучен творческим объединением «Баклажан». Роли дублировали Антон Хоменко, Дарина Круглова, Александр Береснев, Екатерина Кузьмина, Константин Казанцев. Калининград, 2014. Калининград, 2014.